всем привет сегодня решил попробовать сыграть в игру волшебник изумрудного города география сели это судя по названию как-то связано с книгой волшебник изумрудного города там девочка в общем на домике своем улетала в изумрудный город да давайте посмотрим что тут настройка громкость звука не будем пока ничего менять тени пускай будут тени они против думаю можно и высокое качество им сделать ничего страшного учитывая что игра старенькая мой компьютер должен потянуть так давайте начнем ухты или татушенька мы подходим к волшебной стране я жду не дождусь когда ты уже сможешь разговаривать как жаль что мы понимаем животных только в пределах волшебной страны я уже соскучилась по разговорам с тобой а вон и черный камень гингемы нам надо быть осторожными а то я все никак не могу забыть как он приковал нас дядюшкой чарли на целую неделю и если бы не чудесный виноград мы никогда бы не выбрались на волю сейчас нам надо подождать ворону к гекар она должна принести нам виноград чтобы мы спокойно прошли мимо черного камня татушка постой вернись татушенька убежал татушка непослушный пес ну вот теперь мы в западне остается надеяться что к гекар получила мою весточку из дому о чудесном винограде и уже в пути мы не сможем отойти от камня пока не съедим виноград камень приковывает навсегда а вот и ворона ура здравствуй дорогая к гекар здравствуйте друзья я надеюсь ты принесла нам чудесный виноград сожалению у меня плохие новости ураган уничтожил долину чудесного винограда мне удалось отыскать лишь одну маленькую виноградинку и и хватит лишь для кого-то одного из вас о нет что же нам делать не отчаивайся съешь виноградинку ты или я ни за что не брошу своего друга если ты съешь ее то сможешь попытаться спасти татошку но каким образом я слышала что у сестры гингемы бастинды есть заклинание против волшебства сестры думаю стоит поискать его в доме бастинды злых волшебниц больше не осталось и ты сможешь спокойно отправиться фиолетовую страну я так и сделаю спасибо тебе за помощь дорогая к гекар я сделаю все возможное чтобы освободить своего татошеньку отлично она освободилась но теперь должна еще помочь освободиться другим ну что посмотрим что мы тут можем сделать можем пойти туда я не могу идти не закончу всех дел ага нас еще дела здесь ночь сюда вот мы вздох в замке бастинды видимо а это видимо ее спальня ну-ка что тут у нас это же рогатка глядишь пригодится возьму эту рогатку с собой может пригодится я тоже так подумал а ну-ка что тут еще есть вот палочкам или посох такая длинная палка может пригодится у тебя и длинная палка как все тут у нас метла метлу не достать слишком высоко понадобится какая-то длинная палка ну у тебя же как раз есть палка ты что забыла давай какая чудная ведьмская метла попробуй метлой вот этих насекомых помести не хочешь ну ладно так а тут у нас кухонька бастинды ведьмам судя по количеству мусора бастинда была очень неряшлива ну там где мусор там и метла давай-ка приберись раз сама хозяйка них от не хочет этого делать опа что это у нас а вот и ручка от холодильника здорово а вот и сам холодильник судя по всему я не могу открыть холодильник он без ручки класс давайте-ка вставим ее или мастер на все руки ну или мастерша так вот у нас ходить холодильник есть час весной давай посмотрим какой холодный лед но я все равно его возьму с его помощью можно охладить горячую печку ночь нам надо охладить горячую печку крышка слишком горячие чтобы ее открыть как же мне ее охладить ты что забыла сама только что сказала что льдом можно забывчивая девочка правду говорят девичья память а потом внутри ключик определенно возможно стоит эту музыку погромче сделать это ее практически не слышу ой как чересчур вах так идеально теперь надо найти где этот ключик применить может быть в спальне ты око смотрите замочек здесь нужен ключ а ты догадлива не по годам и и ты что забыла что у тебя есть ключ что он у тебя есть так листочек заклинание против черных камней спрятана в недрах природы волшебной страны чтобы камни потеряли свою силу необходимо отыскать четыре части заклинания знания книги помогут справиться с преградами хорошо заберу эту чудесную книгу собой уверена что там что-то очень интересное ну согласно листочку там заклинание чтобы освободить своих друзей от черного камня ну-ка посмотрим че это за занимательная книга таинственная вот она что это что-то вроде учебника по географии народы древних цивилизаций представляли землю по-разному так древние децы представляли себе землю виде плоскости лежащий на спинах трех слонов я бы даже сказал что и в наше время есть те кто считает землю плоской даже на ю тубе их полно который так египтяне считали что небосвод поддерживает боги на небо а солнцу пришествует по небу на корабле многие люди представляли землю виде плоского диска или островом я бы даже сказал многие люди до сих пор так представляет окруженного водой более правильное изображение формы земли появлялись древние греции шестом девятых веках до нашей эры пифагор аристотель и другие ученые того времени считали что земля имеет форму шара ухты даже еще в те времена догадывались но вместе с упадком древней цивилизации эти взгляды на форму земли были надолго забыты но не навсегда глядишь снова упадет цивилизации снова будут забыты до представления правильной форме земли возродились лишь конце 15 столетия постепенно представление земли стали основываться на не на умозрительном толкование отдельных явления на точных расчетах и измерениях класс содержание планета земля литосфера на стрелочки переключают главу мы сейчас прочитали первую познание земли 2 называется планета земля 3 литосфера земли 4 гидросфера земли атмосфера земли биосфера земли человечество на земле довольно таки большая книжечка наверное не буду все озвучивать но вы можете сами почитать если хотите на паузу поставить я кстати знаю хороший стишок как запомнить расположение звезд расположение планет в нашей солнечной системе в одной книжечке прочитал меркурий раз венера 23 земля 4 марс 5 юпитер 6 сатурн 7 уран 8 нептун вот видите если так запомнить но все в рифму то очень легко не забывать расположение их по моему здоровым пользуйтесь на здоровье что называется этим прекрасным стихотворение прекрасным и полезным как я уже сказал я все это читать не буду но если вам интересно можете ставить на паузу и читать так это что у нас такое это была градусная сетка да я просто все прокручу чтобы любопытствующие ну и кому-то действительно любопытно могли прочитать потом поставив на паузу теоклитосфера земли вот типом предположительно что так вот земля наша выглядит да а там есть внутреннее и внешнее ядро и мантия хотя откуда им кому это знать никто же так глубоко не копал насколько я знаю магматизм это насчет вот этих таких называют вулканы до ну всякие руды какие бывают маленьком следуем дальше гидросфера круговорот воды это даже я знаю что вода капает потом испаряется становится облаками и снова капает и так бесконечно воды воды суши надо виды в 1 водов как они бывают виды воды в редниках в реках в озере и падает земных водах и в болотах ты атмосфера земли вот он какая она бывает я кстати видел полярное сияние доводилось быть на на севере там и сияние в нем ну принципе симпатичное такое еще там ночь бывает по полгода не то чтобы совсем уж ночь но такие сумерки вечер вечернее больше похоже на вечер то днем там как вечером а ночью как ночью ну и день тоже бывает по полгода тоже когда почти все время светло тоже немного темнеет под вечер ночью но не так чтобы уж совсем чем на ты к элементы погоды это чего у нас было атмосфера ее строением нет это элементы погоды климат ну наверно мало кто не знает до имена года какие не бывает но может быть эта игра совсем для маленьких которым нужно еще рассказать что бывает зима весна лето и осень смотрим на биосферу вот типа какие разные животные были в разное время хотя это полного собира согласия я слышал среди ученых нет на этот счет некоторые считают что были динозавры там миллионы или миарды лет назад миллиона да а другие говорят что нет они были тысячи лет назад и я не знаю кто из них прав потому что я тогда не жил двух это большая глава история земли земля на которой мы живем ну да вот это животные растения и грибы три вида живых организмов но еще микроорганизма дам 4 и где они обитают человечество да вот видите разноцветные люди где кто обитает и какие там расы интересно что в австралии в основном европеодные и как будто даже в россии показано как будто бы у нас монголоиды хотя вроде монголоидных у нас не так много я бы сказал хотя судя по этой карте выходит что у нас почти сплошь монголоиды что на мой взгляд неверно так конец дам политическая карта мира а ну-ка как у тут россия происходит а это куда подведешь глазик он сразу же автоматически увеличивается ну-ка то это старая и старая карта тут видите крым еще не не российский пройдет несколько лет и крым снова вернется в наши родные гавани хорошо бы еще донбасс и лнр тоже вернулись ну что по ходу мы тут все уже посмотрели вернемся собственно к игре ну что думаю те дела которыми хотелось здесь заняться мы уже сделали так что можем попробовать вернуться к нашим друзьям в неволе отлично так что тут у нас есть какая-то блестяшка изумруд похоже что это огненный кристалл он не плавится даже при очень высокой температуре здорово для лишь пригодится больше тут ничего нет камешки отличные камешки для рогатки обязательно возьму их с собой что она там говорила что камень не плавится какая неудача лава перекрывает путь здесь не сможет помочь только огненный кристалл он у тебя как раз есть элли не может пройти дальше из-за горячей вулканической лавы но с помощью огненного кристалла который не боится высокой температуры можно перекрыть источник лавы для этого необходимо аккуратно провести его по извилистому жерлу до самого источника постарайся не застрелать и не дотрагиваться до стенок управление левая кнопка мыши хорошо интересно ой давай так наверно лучше как-то куда кстати он надо вести то вроде как к основанию значит вниз он все получается хе-хе о нет я коснулся блин нелегко тут узкое место когда мы касаемся стенки то он как бы застрелил от ненадолго попробую оттуда достать ну что поделать давай о хе-хе вопрос как же его так наверно сейчас влево потому что вправо слишком узко ну мы большую часть пути уже прошли давай приятель эх немедли я типа пытаюсь вести но он стоит на месте иногда так осторожней куда же его провести там вот сюда что ли помню когда-то в детстве у меня была похожая игрушка только там мы ракету как бы проводили теперь он не помешает мне пройти дальше супер идем дальше что тут у нас ну-ка что это я слышу жужжание черных пчел бастинды и не пойду в пещеру без рогатки и камешек а у тебя как раз они есть забыла что ли в глубине пещеры находится первая часть заклинания которую охраняет армия черных пчел бастинды необходимо расправиться с пчелами и забрать сверток управление с помощью левой кнопки мыши и так к счастью у нас бесконечные боеприпасы кажется чего-чего а камней видимо тут полно бах неплохо было бы какие-нибудь еще звуки это все это так тихо я буду сам озвучивать бах 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 б делать много ту тысяч их так ну чего сколько вас там еще я уж тут наверно полу ли я перебил окажется последним ура а там себе первая часть заклинания а я помню что их надо 4 что же это заклинание давайте посмотрим пусть быстрый ветер прикоснется своей невидимой рукой ну ладно пусть прикоснется тут у нас какое-то дерево и еще один кристаллик какое сухое дерево я должна помочь ему с помощью кристалла воды нагревание поверхности кристалла воды зависит от угла на падение то есть падение солнечных лучей на его поверхность чем больше угол падения тем выше температура поэтому чтобы кристалл воды испарился и превратился в тучу необходимо удерживать непослушный солнечный луч под прямым углом управлять можно клавишами вправо или влево хорошо если он идет вправо то мы жмем влево а если он идет влево то влево то жмем вправо ну чего почему ты не хочешь я жму не так-то это легко а я понял нет не совсем понял в общем шаблон на его память поведение все время меняется иногда мы можем его в другую сторону заставить двигаться иногда нет но потихоньку наше дело продвигается скоро дерево попьет водички уж мы постараемся теперь эта туча польет дерево ну полила и бац оттуда вторая часть заклинания вылезла пускай стремительно проблется вода небесной рукой отлично что же мы теперь будем делать идем налево вот впереди виднеется какой-то город нам стоит туда сходить я думаю старый знакомый по ходу железный дровосек здравствуй дровосек добрый день дорогая элли я очень рад что ты снова посетила нашу страну я уже слышал о том что случилось с татошкой я всеми силами пытаюсь найти способ его расколдовать может ты сможешь помочь мне в чем-то конечно только мне тоже нужна небольшая помощь дело в том что мне очень нужен кусок железа для нового топора а кузнеца нет чем я могу помочь у него на столе лежит груда металла и всяких пород а железо лежит в самом низу чтобы его достать необходимо знать куда складывать остальное а я к сожалению не знаю думаю я смогу тебе помочь у меня есть одна чудесная книга в которой я смогу узнать о полезных ископаемых отлично элли принеси мне пожалуйста кусок железа из кузницы и я помогу тебе итак идемте в кузницу достанем железо для нашего приятеля на столе лежит груда разных полезных ископаемых чтобы достать кусок железа надо разложить их по сосудам для каждого полезного ископаемого свой сосуд управление левой кнопкой мыши хорошо это сера сера а куда ее класть это сера попробуем сюда похоже не уверена но по моему это бурый уголь бурый уголь похож на этот похоже что это черный уголь а ну-ка что еще какой красивый камешек наверное это марганец очень может быть но и возьми что-нибудь еще чего ты тут ничего не берется ну ладно что дел то ничего не реагирует на мои нажатия давайте посмотрим в книгу там что-то было проископаемые биосфера атмосфера вот она ну вот это нам подсказочка что куда класть в общем я сфотографировал эту подсказку давайте попробуем снова это сера сера значит дальше не уверена но по моему это бурый уголь бурый уголь похоже что это черный уголь проблема в том что дальше ничего не берется какой красивый камешек наверное это марганец ага марганец давай сюда наверное это олова отлично олова к олову похоже на какую-то соль давай сюда это точно глина глина наверное сюда уверена что это медь думаю туда это алюминий сюда пожалуй какой красивый камешек наверное это марганец это так видите обучающая игра ну по моему это бурый уголь образовательная то есть мы проходим и заодно что-то новенькое для себя узнаем похоже на торф торф значит а куда его подыкнуть сюда похоже на какую-то соль что это черный уголь похоже что это черный уголь уверена что это медь наверное это олова это сера это точно глина похоже что мне нужен другой сосуд а точно а точно это точно глина это алюминий похоже на торф похоже на какую-то соль это сера наверно наверно это олова сто пудов уверена что это медь это точно глина какой красивый камешек наверно это марганец не уверена но по моему это бурый уголь похоже что это черный уголь это алюминий похоже что мне нужен другой сосуд а ну да точно это алюминий а вот и железо которое просил дровосек что ж дровосек просил у нас ключ не ключ а железом вот мы его ему отдадим держи у меня получилось достать кусок железа дорогой дровосек спасибо элли я знаю что в фиолетовой стороне находится то что тебе нужно это прекрасная новость ну не все так просто дело в том что тебе сможет помочь муха тебе необходимо найти ее ну дровосек чем же мне сможет помочь маленькая муха но я думаю что они просто пытались сделать так чтобы никто не догадался каким образом можно отыскать заклинание где же мне искать ее посмотри на складе мухи любят склады да ладно значит надо искать склад это склад склад закрыт на замок мне необходимо отыскать ключ ключ значит и где же этот ключик давайте посмотрим здесь внизу а а вот же ключ держи а вот и ключик от склада странно что она не пожаловалась на то что высоко слишком что раз у нас есть ключ можем открывать склад ну уже ты уже открыла да мне кажется в книге или все таки было повзрослее там она была уже по крайней мере подростком а тут совсем маленькая девочка так нам нужна муха вот я думаю она думаю надо узнать у дровосека как я смогу освободить муху пошли спросим давай дровосекушка рассказывай ты нашла муху элли похоже муха попала в паутину как же ее освободить освободить ее из паутины не так просто ведь она волшебная тебе понадобятся кусачки и код освобождения я дам тебе код а ты пока что поищи кусачки ладно кусачки могут быть в кузнице им там самое место а вот кстати они думаю эти кусачки подойдут класс поищи кусачки элли и принеси их мне видимо надо именно их отдать я нашла кусачки молодец элли возьми код и отправляйся спасать муху ну что это за код каким образом я смогу им воспользоваться точно не знаю его придумала бастин да возможно ты найдешь ответ в ее книге спасибо дровосек сделаю все что смогу итак у нас есть кусачки можем пойти освобождать муху обычно мухи не очень полезные существа я если вижу муха в паутине я не я не думаю о том чтобы освободить я наоборот думаю о одной мухой меньше хорошо но тут другая ситуация муха попала в западню к злому пауку ее можно освободить лишь перекусив кусачками паутину в некоторых секретных местах подумать только кусачками паутину до пальца можно обычно эту паутину снять при желании так а координаты указаны в правом углу нижнем ясно итак 60 градусов северной широты 55 западной долготы северной широты 60 и 55 западной долготы это где-то вот тут тут наверное хопа следующие 45 северной 45 это где-то здесь северной и 10 восточной это здесь 40 северной и 20 западной 40 20 отлично 50 северной и 30 восточной 50 и 30 60 северной и 20 восточной 60 20 70 северной и 40 западной 70 северной и 40 западной 1 2 3 4 сюда наверное и последнее 55 северной и 20 западной 55 северной и 20 западной раздам здесь отлично теперь мушка свободно мы оба сказали отлично и я еле так у нас в инвентаре есть муха только что нам с ней делать пока не ясно зато кусачки где-то потерялись надеюсь она положила их на место а то взяла понимаешь без спроса и оставила совсем в другом месте молодец элли я знал что у тебя получится теперь муха поможет достать тебе следующую часть заклинания из тайника найди тайник и муха поможет тебе он где-то неподалеку понятно где-то близко должен быть тайник где же тайник может где-то тут или там ага смотрите тут еще какие-то мушки и какой-то подозрительный какой-то подозрительный пенек может быть это и есть тайник попробуем применить на нем муху муха поможет достать следующую часть заклинания но нужно быть начеку так как лягушка может запросто съесть муху и придется начинать все сначала для того чтобы забрать сверток и не быть съеденным необходимо передвигаться по зажженным грибам которые растут по всему тайнику так как лягушка боится зажженных грибов и не съесть муху пока она на нем находится необходимо забрать сверток следует зажженными грибами и вернуться обратно хорошо зажженные грибы ну и фантазия придется начинать все сначала ух ты тут на месте ставить нельзя придется начинать все сначала да ну ладно надо быстро это на скорость только зажглось сразу же прыгать туда если немножко помедлишь жаба тебя сразу захавает я бы назвал их подсвеченными грибами а то когда они писали зажженные я представлял себе как будто бы они там горят а так они скорее подсвечиваются ну ладно и долго мы так будем летать ох пора это еще не совсем конец свиток мы уже раздобыли давай уже улетай неси нам его сколько можно летать по напрасну отлично сработано от чего эти грибы были подсвеченными тоже останется загадкой можно предположить что это такое волшебство так мы получили третью страфу это его заклинание и мать земля пускай затихнет укрыв невидимый комок о как что же у нас уже есть три из четырех частей заклинания расскажем о наших успехах дровосеку ну что элли ты нашла то что искала да спасибо тебе большое только я не знаю где искать следующий часть заклинания думаю что добрый лев тебе поможет отправляйся к нему но где же он сейчас поищи льва в тигровом лесу уверен что он сможет тебе помочь спасибо за все дровосек и тебе спасибо за железо удачи элли все таки музыка как то тихо я практически не слышу давай чуть погромче а то вполне можно и забыть о том что она здесь есть какой необычный плод ладно нам надо найти льва вот и он здравствуй смелый лев здравствуй дорогая элли как хорошо что ты снова посетила нашу страну но где же татошка татошка в плену черного камня гингемы я всеми силами пытаюсь освободить его какая неудача ну каким образом ты сможешь его освободить с помощью заклинания которые действуют против черных камней только вот его части спрятаны в недрах волшебной страны мне удалось отыскать все кроме одного может ты сможешь помочь мне я действительно что то слышал об этом неподалеку отсюда растет одно необычное растение найди его может именно в нем скрывается последняя часть заклинания спасибо смелый лев прямо сейчас отправлюсь на поиски хорошо ночь где-то должен быть особое растение должно быть поищем поищем тут кажется нету довольно красивые графика можно сказать в игре задники двухмерные такие нарисованные а сама элли такая трехмерная уверена что это то растение о котором говорил лев но как же сделать так чтобы оно расцвело давай спросим льва об этом ты нашла растение элли нашла только как же мне заставить его расцвести это непросто тебе понадобится собрать 9 плодов которые каким-то образом связаны с далеким небом как это не знаю элли это все что мне известно возможно твоя чудесная книга поможет тебе ты прав там может находиться нужная мне информация но мне даже некуда собирать эти плоды я дам тебе платок в который ты сможешь собрать плоды но мне тоже нужна твоя помощь чем я могу тебе помочь сыграешь со мной в одну игру о странах большой земли а то я никак не могу разобраться конечно сыграю отлично скажешь когда будешь готова да чё там готова ну чтож начнем нижней части экрана будут проплывать название разных стран необходимо кликнуть мышкой на место расположения страны на карте мира пока она будет видна на экране хорошо казахстан ух где-то там молодец угадала ура я повсюду кликал белоруссия тоже где-то здесь правильно так держать юар где-то в африке молодец угадала заложенные нажатия не штрафуют правильно так держать так что я кликнул повсюду лилия где-то тут кажется ура правильно аргентина кажется она где-то здесь или тут а молодец угадала спасибо египет но это не сложно где-то правильно так держать саудовская аравия тоже где-то в африке кажется о нет я я не знаю где саудовская аравия как бы жить после этого молодец угадала еле успел украина правильно так держать это я с первого раза угадал япония ну это я тоже угадала так швеция ну где-то в европе правильно так держать мадагаскар это там где пингвины так где-то кажется все дела знают где этот мадагаскар эй молодец угадала снова последний момент испания кажется тут где-то в европе да ура правильно спасибо индия но это не сложно молодец угадала италия тоже ура правильно так держать так что там еще судан ух где-то в африке молодец угадала спасибо он в россии это грех не знать правильно так держать сша тоже в общем молодец угадала сложно промахнуться мой талант я вот не знаю фиг его знаю где этот талант м я не знаю где Тайланд ура правильно да я случайно где там попал мексика где-то тут в южной америки где-то тут она была молодец угадала оказывается она снизу северной америки правильно так держать ничего вообще все страны будем осматривать и правильно так держать большие как большие страны легче находить ура правильно марокко ой не знаю сики вы знают дем уже такой маленький я не знаю где марокко извините и а перу кажется где-то в южной америке да ура правильно колумбия молодец угадала британия великобритания правильно так держать бразилия тоже где-то тут молодец угадала франция где-то в европе ура правильно из тридцати стран правильно мы молодцы спасибо что помогла мне разобраться со странами большой земли возьми платок в которой ты сможешь собирать плоды спасибо в общем да теперь ищем чё бы такое набрать я не дотянусь до юпи груш как же мне быть юпи груш я не дотянусь до юпи груш как же мне быть возможно какой-нибудь веточкой вот сухое дерево может она нам поможет не ничего подходящего не вижу а тут у нас что вот какое-то растение думаю что дикий винеград мне пригодится винеград ну ка ну ка нептусины растут слишком высоко как же мне быть может быть лев потом поможет как твои успехи все хорошо только я не могу сорвать нептусины они растут слишком высоко ничего страшного неужели я не смогу справиться с каким-то деревцем сейчас я помогу тебе хорошо мог быть сразу и юпи груши тоже ура получилось спасибо тебе смелый лев теперь я смогу получить последнюю часть заклинания пожалуйста когда освободишь татошку заходите в гости обязательно зайдем а сейчас мне пора удачи дорогая или они так говорят как будто бы она уже закончила она уже закончила но она явно еще не закончилась и собирать этих плодов еще огромное множество надо собрать вот ну ка ну ка думаю что стоит сорвать пару плутушек а хрустящая мерковка это то что нужно мерковка чем она от морковки отличается я еще не собрала все девять плодов а сколько ты собрала так надо еще все собрать да ну в общем ищем что делать больше не делать ничего я еще не собрала все девять плодов ищем ищем вот это тоже для чего то надо вы уверены что мне пригодится сатурника 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 О, еще кое-что Эти уроежки съедобные, возьму их с собой Уроежки Есть еще что-то, что мы не проглядели и не взяли Я не дотянусь, даю пигруш, как же мне быть? Действительно Как же тебе быть? Вот вроде тропинка, но она что-то туда не хочет идти Пожалуй, стоит сорвать марсовник Ну-ка, веточка Тоже пригодится Ветка совсем сухая Теперь она наша, да? Да И с ее помощью мы ее пигруши достанем Так ведь? Ну что, мы вроде все собрали или не, мне кажется? Я еще не собрала все девять плодов Ну а сколько ты собрала? Я еще не собрала все девять плодов Эх Что там еще не собран-то? Лев что-то убежал А я уже забыл, что еще надо Бросил нас лев На произвол судьбы Эх, что же еще взять? Может еще сюда? Нет, сюда она уже не идет Дальше Блин Вон там что-то растет Нет? Ничего, справимся Ладно Я бы осмотрел Текстовое прохождение есть в сети А вот видео нет Это будет первое Нам знаете, что надо найти? Землянику, кажется, еще Только где она? Хрен знает Я уже ищу-ищу Кажется, все остальное мы нашли Где эта долбанная земляника? Ничего, найдем Я еще не собрала все девять плодов Надо было, чтобы Лев не убегал, а рассказал нам Где еще девятый? Хотя бы про землянику Все остальное мы и так нашли Эх Придется искать Медленно так водить Ну или не земляник Кажется, земляника все-таки Это явно не она Тут явно нету Ладно, найдем дальше Надо быть очень внимательным Чтобы найти последнее Вот это на что-то похоже, да? На какие-то ягоды Но не берет Надо, чтобы появился значок Указатель в виде руки Но нет Вот это тоже на что-то похоже Но тоже не берет О, кажется, что тай Нашел Возьму эту сладкую землянику с собой Вы когда-нибудь видели голубую землянику? Я нет Кто-то может сказать, что это Эти цветочки такие голубые были Ну а у земляники Насколько мне известно Цветочки белые Ладно, ну теперь-то мы все собрали вроде Какое необычное растение выросло в волшебной стране А необычное, но тем, что чем-то похоже на солнце Подумай Что общего у этого растения Солнечной системы И расположи ягоды и фрукты В правильном порядке Брать и размещать предметы нужно Левой кнопкой мыши Обратно правой Ладно Ну помните, я вам рассказывал Стишок Меркурий раз, Венера двас То есть нам Меркурий Так Меркурий раз А не Сюда Раз, Венера Только где Венера А, Венера Двас Земля А, земляника Поэтому она земляника Потому что Похожа на Землю По названию Три земля Четыре Марс И пигруша Махда Четыре Марс Пять Юпитер Ага Шесть Сатурн Семь Уран Восьмой Нептун Ну а девятый Плутон Готово Мы получили четвертую часть Все заклинания у меня в кармане Пора спасать друга Давайте на него посмотрим Огонь запляшет диким вихрем Сорвав магический замок И все полностью Пусть быстрый ветер прикоснется Своей невидимой рукой Пускай стремительно прольется Вода небесной ее рекой И мать земля Пускай затихнет Укрыв невидимый комок Огонь запляшет диким вихрем Сорвав магический замок Вот так-то Пусть быстрый ветер Прикоснется Своей невидимой рукой Пускай стремительно прольется Вода небесной ее рекой И мать земля Пускай затихнет Укрыв невидимый комок Огонь запляшет диким вихрем Сорвав магический замок Здравствуйте, друзья мои! Здравствуй, Страшила! Какая же ты молодец, Элли! Как здорово у тебя получилось Помочь другу! Я бы ни за что не бросила Татошку! Ну как же тебе удалось Так ловко справляться с природой? Со мной была одна прекрасная книга Которая помогла мне Что же это за книга? Библия Это книга о географии Книга о том, что окружает нас О земле и воде Небе и космосе Растениях и животных О людях и странах Ух ты, как интересно! А как ты думаешь, Элли? Смогу ли я выучить географию? Конечно, дорогой Страшила Немножечко усилий И каждый, кто захочет, узнает Все самое интересное о нашем мире А ведь в мире Столько всего интересного Готово! Мы прошли эту игру На мой взгляд, было довольно-таки занятно Сюжет, конечно, не мудрёный И в конце пришлось землянику Очень долго искать Но все равно было довольно-таки любопытненько Надеюсь, вам тоже было интересно Всем спасибо за просмотр Конечно же, я снова предлагаю вам Оценить и другие прохождения На моем канале В том числе и полное прохождение игр Ссылки на них вы увидите В конце этого ролика И в описании к нему До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok